Благодаря ему трилогия «Манас» была признана самым объемным эпосом в мире. В варианте Саякбая Каралаева насчитывается 500 553 стихотворные строки. Сегодняшнее торжество завершает серию мероприятий, посвященных юбилею Саякбая Каралаева. От имени главы государства присутствующих поздравил руководитель аппарата президента. Его назвали гомером 20 века. Он с энциклопедической точностью передавал каждый сюжет с высоким актерским мастерством. Саякбая Каралаев прославил «Манас» и кыргызский народ на весь мир. Трилогия вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В эпосе отражены традиции культуры народа. Саякбая Каралаев родился в 1894 году в селе Семизбель из Сыкульской области. Дарование будущего монасчи проявилось в юношеские годы. За короткий срок он становится талантливейшим сказителем эпоса «Манас», получив всенародное признание. Вариант эпоса «Манас» Каралаева признан литературоведами, одними из самых полных и высокохудожественных. Как говорил Чингзайтматов, «Манас» – энциклопедия кыргызского народа. Там отражено всё – от сложных социально-политических процессов средние века, философия, дидактика, патриотизм. И всё это передал Саякбая Каралаев, редкий талант и феномен, который родился на нашей земле. Он внёс огромный вклад в духовное развитие кыргызского народа. Мы благодарны, что юбилей отмечают на самом высоком уровне. К юбилею «Манас-Чи» учёные Национальной академии наук во главе с академиком Абдулдаджаном Ахматалиевым выпустили четырёхтомник эпоса «Манас» варианта Саякбая Каралаева. В сентябре в городе Балакчи установили бронзовый памятник великому «Манас-Чи». В селе Акулён открыли комплекс имени Саякбая Ата. Нургуль Саматова, Бактурсун Дюшенбеков, Общественный Первый канал.